Новые умные машины придумывают и наши школьники. В Цемене завершился региональный чемпионат юниор-профи на базе Тюменского детского технопарка Кванториум. Соревновались в шести направлениях более 120 участников из разных районов области. Кто из ребят стал лучшим и отправится в Москву уже в конце марта, знает Александра Орлова. Кванториум. Проектировать спутник, разработать домашнюю метеостанцию или умную систему видеонаблюдения. Они еще много раз вас удивят, сказал один из главных экспертов чемпионата. Дети делают сборку двигателя внутреннего сгорания. Они задают механические сопряжения для того, чтобы все детали двигались в соответствии с реальной моделью и делают анимационный ролик. Сейчас ценится сильное инженерное образование. Дети к этому стремятся и с малых лет начинают сжать программы 3D-моделирования. Одни пробуют себя в профессии, другие твердо решили, кем хотят стать. Александра Мельник год назад поняла ее призвание – журналистика. А сегодня чемпионат юниор-профи позволил ей проверить, так ли это. Мне приходилось писать очень много статей, комментариев. Также было сложно уговаривать людей давать интервью, потому что они тоже участвуют в этом конкурсе. У них тоже есть свои задания, своя работа. Сейчас я набираю опыт со всех соревнований, участвую, делаю репортажи. Так что журфак меня ждет. Шесть направлений, три дня испытаний, 124 претендента на победу. Самому младшему 10 лет, старшему 17. И никого нельзя сбрасывать со счетов. На кону у этих ребят Москва. А точнее, Профест-2020. У нас очень много одаренных детей, которые уже в этом возрасте умеют паять. Не только паять, но и разбирают, что такое Ардуино, что такое Raspberry Pi. То есть они разбираются в языках программирования от Пайтона, до C-Sharp и C++. И на самом деле в этом возрасте это тот именно толчок, который позволяет им стать теми персоналами, которые в будущем будут двигать науку страны. По итогам регионального чемпионата Юниор-Профи-2020, эксперты выбрали 24 победителя в двух возрастных категориях. И все они тюменцы. В конце марта ребятам снова придется доказать свое мастерство, но уже на уровне страны. Александра Орлова, Артем Суханов, Андрей Захаров. Тюменская служба новостей.